Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях уникальный гость. Человек, который много-много лет проработал судьей международной категории по хоккею с мячом. Человек, у которого есть медаль Олимпиады-80, в студии Виктор Борисов. Здравствуйте! Добрый день! Виктор Михайлович, сначала давайте... Виктор Семёныч. Виктор Семёныч, да. Сначала поговорим о том, что такое вообще судья, как становятся судьями. Насколько я знаю, вы начинали как игрок, а потом превратились в судью. Совершенно. Расскажите, как это произошло? Ну, начинал я... И почему на хоккей? Ну, вот так получилось, что в нашем городе, Люберце, самыми любимыми и такими настоящими зимой, это был русский хоккей, летом футбол. Вот. И город Люберце всегда был славен спортсменами. Да. Город спорта. Город спорта. Вот. Вот. И в основном играли вот хоккей с мячом и футбол. Ну, привлёк хоккей с мячом в том, что здесь были и до этого ветераны, которые были, играли, да. То есть, нас привлёк хоккей, как играли наши, ну, ветераны здесь. И мы пацанами всегда ходили, мы рядом жили на мальчиках, на стадионах, вот здесь находятся. А здесь был пруд у нас, где стадион, если кто не знает. И вот мы здесь катались и приходили на стадион и смотрели, как шли соревнования. То есть, торпеда Люберца участвовала в перенести России. И вот привлёк этот вид спорта. И с 10 лет мы записали в секцию и вот ходили и быстро как-то научились кататься. А вот тогда они предполагали, что станет таким профессионалом, как сегодня говорят. Ну, это никто не предполагает, что можно стать профессионалом. И как-то всё пошло в гору. Играли сначала за мальчиков, потом за юношей. Играли на перенести области. Потом после, когда, помните, что в 61-м году присоединили, значит, здесь Москву. Была Перова, Московская область. Перова стала, наши некоторые ветераны играли за Перова. Урожай была такая команда, которая участвовала в перенести Советского Союза по хоккей с мячом. Потом присоединили и уже все ребята, которые там в Перова Урожай, перешли в нашу Люберецкую команду и в команду посёлка Томилино. Вот. То есть, вы выходец из Люберец, но это же только начало, а потом было ещё много команд. Да, много команд было. Где играли? Ну, сначала играл я здесь, на Перенести области, и за мальчиков, за юношей. Мы даже в юношеском возрасте, значит, два раза становились чемпионами Московской области. Вот. Есть у нас и фотографии здесь. Вот. Даже есть фотография в нашем музее. Наши фотографии я видел. То есть, уже музейный экспонат. Да, музейный экспонат. Вот. Это был 1962 год. Угу. Вот. И мы, значит, ребята всегда приходили. И после, где-то в 1964 году уже, в 1965, я уехал в город Свердловск. Это служить. Вот. Спортивная рота. Там играла команда, играла Перенец Советского Союза, СК Свердловск. Угу. И вот, которые ребята здесь отлично играли, значит, приехал. Покупатель, как тогда говорили. Покупатель, да. Начальник команды. Он говорит, ой, вот этот парень подойдет, этот парень подойдет. Он по области проехал. И вот собрались, и мы приехали. Свердловск на базу. И вот получил хорошую такую команду. Да, получил хорошую команду. Но в те годы играли там известные мастера. Такие, как Николай Дураков. Угу. Вот. Потом кто еще? Валентин Атамановичев. Эти были уже они первые чемпионы мира. Угу. Который первый чемпионат мира состоялся в 1957 году. И вот они были первыми чемпионами мира. Еще назвал кого? Саша из Моденов. Валентин Харьин. И был такой тренер Иван Иванович Балдин. Угу. Вот. Очень хороший тренер. И вот он тренировал не только с Косвердловс, но и тренировал сборную Союза. И впервые в 1957 году. 65 лет назад, получается. А? 65 лет назад. Да. Вот и в... Юбилей в этом году. Да. И в 1957 году наши проводили первый чемпионат. Финляндии. И наши всех обыграли. Там четыре команды участвовали. Значит, команда Швеции, Финляндии, Норвегии и Советского Союза. И вот мы выиграли этот чемпионат. Вот. И мы смотрели как на них, как на чемпионов мира. Это уже... Боги. Как боги. Но это ребята были, как говорится, высокого класса. Выдающиеся эти мастера. А вот я до сих пор восхищаюсь ими. И вот уже сколько лет прошло. Таких мастеров было мало в хоккее с мячом. Вот. Ну, кроме них еще участвовали и москвичи здесь. Попугин, Женя из Динамо Москва, который играл тоже в этой команде. Но в основном вот играли игроки. Это ДСК Свердловска и Динамо Москва. И вот мы, как говорится, пацаны там были. Нам было по 18 лет. Вот. И прорывались, как говорится, в основной состав. Кто подошел, отбирали. И вот мы так оставались там. Сколько вы игроком, скажем так, поработали? Ну, поработал я игроком. Вот, смотрите, если начинать вот с Торпеды Люберца. Да. С 1957 года здесь я играл. И до, после вот СК Свердловска, играл еще за Тамилина. Зенит была такая команда у нас. Вот. И я закончил играть только где-то в 1972 году. В 1973. Вот так вот сезон 72-73. А вы уже тогда предполагали, что станете судьей? Тогда я еще не предполагал. Кто-то предложил? Да, да, да. Я бы мне предложил. Значит, у нас тренером был Николай Маркович Худалеев. Тоже Люберецкий. Вот. Он играл за первого урожая. У них такая команда была. Они в чемпионате Союза. Один год заняли из 12 команд шестое место. И все вот эти ветераны играли Люберецкие. После они завивали вот шестое место, пятое-шеестое место. Это был большой успех. Это был большой успех Люберецкого хоккея. То есть все играли. Вот была команда такая первого урожая. ДСО. Раньше ДСО были. ДСО урожай. И вот они играли. И команда уже перешла, когда отделилась, перешла в Москву. То есть область уже. И команда развалилась. И все перешли в другие команды. Ну и к нам перешли вот Николай Маркович. Он с собой взял троих или четверых игроков. Но они только сезон поиграли. Там Еремичев, Голиков, Иван Шеин, Шлеин. Вот. Два брата было. И они, значит, сезон-два проиграли. И вот мы, молодежь, стали выступать. Выступали, значит, там еще наши Люберецкие были. Юрий Плывунов, Юрий Киселев, который раньше играл за вымпел Калининград, пришло в команду. Валентин Суханов. У нас образовалась очень хорошая команда. Мы участвовали сначала в первенстве России, а потом уже в первенстве Московской области. В общем, поиграли. Поиграли, да. И мы закончили играть. Это было мне где-то 74-й год. Было уже, ну, возраст. Ну, и когда командора тоже уже развалилась. Ты ставил выбор, куда идти дальше. Да, куда идти. И Николай Маркиш предложил. Есть такое предложение. Если хочешь, давай я тебя привлеку к судейству матчей чемпионата области. Да, просто мы как привыкли. Обычно игроки, ну, в основном, да, в тренерскую работу уходят. А вы ушли по другую сторону. Да. Один раз как-то я занимался с маленькими ребятами. И он говорит, вот, ты отлично судишь. Разбираешься очень здорово и понимаешь игру. Ну, конечно, вы же ее изнутри знаете. Да. Так, ну и как? Вы пошли куда-то учиться или как? Да, он говорит, давай я сейчас тебя определю в областную судейскую коллегию. Тебя посмотрят и начнешь судейство. Я говорю, хорошо. И началась судейская карьера, фактически. Да, началась судейская карьера. Прошли сборы в области судей. Я как бы привлек внимание. Там был, значит, председатель судейского комитета Борис Георгиевич из Вымпела. Он раньше город назывался Калининград, вот, Борис Георгиевич Иванов. Вот, а сейчас он называется Королев. Сегодня как раз 115 лет исполнилось Королеву. Вот, день рождения. И он говорит, о, ты нам подходишь. Если хочешь, мы тебя будем привлекать. И я где-то 74-75 год просудил, значит, пенис в Московской области. Так. Вот, и после он говорит, ну, ты отлично судишь. Мы тебе присылаем первую категорию. Значит, давай сразу мы тебя привлекем на следующий год к юношеским соревнованиям. Ага, так. И в 75-м году я осудил юношеские соревнования, ездил в Краснотуринск, там раз съездил. Потом съездил, было такое первенство профсоюзов в Питер. То есть, работа пошла. Да, работа пошла. И на следующий год, на 76-й, уже заинтересовалась, значит, Федерация, Всесоюзная Федерация, хоккей с мячом Советского Союза. И меня пригласили на сборы. Вот. Это уже ответственно. Да, это уже ответственно. И где-то в 76-м году весной проходит финал юношеских соревнований. В городе Воркуте собрались 8 сильнейших команд Советского Союза. Участвовали такие сильные команды, раньше играли, как Волга-Ульяновск, Енисей-Красноярск. Вот это Енисей-Красноярск, как раз в 57-м год участвовали юноши. Сергей Ломанов, Виталий Анафриенко, все вот эти мастера. Они в течение вот после этих лет, начиная с какого года, где-то еще они поиграли. И они где-то с 79-го года, 10 лет первенства Советского Союза, Енисей-Красноярск, становились 9 или 10 раз подряд становились чемпионами Советского Союза. Никто не мог их. Вот эта команда юноши. Ну и были представители, значит, Судейского комитета Советского Союза, Федерации Хоккея. Следили за вами. И я сразу, не Первую лигу, ничего, сразу ты будешь судить Высшую лигу. И я уже в ноябре этого же года, 76-го, стал судить Высшую лигу. Прошел сборы в Первый Уральске. И началась как? И началась как? Сколько лет продолжалась Судейская карьера? Судейская карьера продолжалась 15 лет. Вот. Побольше, чем у игроков получилось. Да, побольше, чем у игроков. Эти все перелеты. Но мы сейчас об этом поговорим. Сейчас сделаем небольшую паузу. И еще не зря у нас здесь на столе стоит медаль. Настоящая, реальная медаль Олимпиады 80. И поговорим и об Олимпиаде, о хоккее на траве на этот раз. Потому что сейчас мы говорим о хоккее с мячом. Кстати, узнаем, в чем разница. И как вообще хоккей на траве оказался на Олимпиаде 80. Это тоже отдельная история. Ну и, конечно же, будут вопросы, а можно ли подкупить судью? Такой вопрос тоже обязательно будет. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Виктор Борисов. Судья международной категории по хоккею с мячом. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях сегодня настоящий судья международной категории по хоккею с мячом. Виктор Борисов. Есть хоккей с мячом. Есть хоккей на траве. Объясните, в чем разница? Ну, в чем разница? Это на льду, во-первых. Высокие скорости. Коньки. Коньки. А здесь играли раньше на зеленых полях. Хоккей на траве. Там, где нет снега. Да, там основатели хоккея на траве. Это Афганистан, Индия, Пакистан. Оттуда начался хоккей на траве. То есть они родоначальники. Потом уже хоккей на траве пошел в Европу. Голландцы, англичане, немцы. Стали пропагандировать. И кто же все-таки его пробил в Олимпиаду? В Олимпиаду пробили Индия. Индия? Индия, да. Как вы попали, стали судьей Олимпийских игр? Это же какой-то отбор. Ну, отбор тоже шел. У нас в Советском Союзе определяли, 10 лучших. Был конкурс. Так. Как это происходило? Рассказывайте. Я начал тоже судить после 76-го года. В 77-м году уже хоккей на траве. Так. Потому что я тоже занимался. Я клюшку держу в левой руке. Ага. В хоккей на траве клюшка. Одна сторона плоская, вот эта вот. Да, да, да. А другая полукруглая. Да. То есть у нас была специальная клюшка. Вот эта, да, специальная клюшка. Вот. Играя только плоской стороной. Я держу клюшку в этой руке. И мне было все движения отлично делать. Потому что я праворуке с этой стороны бью мяч. Ага. И мне было обводку. То есть переучиваться мне не надо. Некоторые вот так вот держали клюшку. Ага. Потому что в правой руке, левой руке. А мы, вот таких праворуких, которые клюшку держат, очень мало. Угу. Вот. И я сразу научил и бросать, обводить. Понимаете? Там сложно было. Ну, своя технология, да. Да. Своя технология. Передачи, закидушки. Там особые правила. Там поле меньше. Там 92 метра. Ширина 55. В хоккее с мячом 65 на 103. Там на 100 метров. Вот. И здесь правила тоже. Там особые правила. Там мяч, во-первых, он тяжелее, чем в хоккее с мячом. В хоккее с мячом там 62 грамма. Здесь уже 140 граммов. Это уже ядро. Ядро, да. Если попадет. Но его при ударе выше колен нельзя было бить. Арбитр сразу дает свисток. Ага. Ну, хорошо. Итак, как же происходил отбор судейского колен? Отбор происходил в каком году? Значит, в 79-м году на Спартакеаде народов СССР проводился в Питере турнир. Потому что по всем городам были разбросаны какие соревнования. В Москве там легкая атлетика. В Питере проводился турнир хоккей на траве. И вот мы там все судьи собрались. Сколько было судей? Ну, судей было человек 30. 30. А выбирали сколько? А там много команд было. Там участвовало все республики наши. Сколько отбирали судей? Отбирали 10 человек. 10 из 30. Да, 10 из 30. Так, и вы попали? И я получил... У меня есть споркомитет грамоты, что вы отобраны на это. И вот этот наш состав весь был приглашен на судейство. Какие ощущения были? Одно дело игрок, наверное, другое дело судья. Это же что-то другая пенсионность. Что и в хоккей на траве, это очень ответственно. Ты отвечаешь, судья, каждый, который становится судьей. За красоту игры. За зрелищных, красоту игры. Чтобы не нарушить ход. Не нарушить ход. Это самое главное. Мы играем для зрителей. Это только судья. Он не должен там по мелочам какие-то остановки делать. Зритель смотрит, чтобы было ему. Он пришел посмотреть хоккей. То есть на что-то можно закрыть глаза? Чтобы игра шла. Чтобы игра шла. Зритель был все время в игре. А когда остановки нам вот так объясняли на сборах, это уже не привлекает зрителя. То есть вы должны мыслить очень по-хоккейному, как вы раньше играли. И представлять, что... Если бы я был на его месте. Да, на его месте. То есть... Хорошо. Вот сейчас у нас в финале будет рассказ об Олимпиаде, об этой замечательной медали. Вот все-таки немножко не могу не коснуться темы судейства. Причем в разных видах спорта. Мы видим, что сегодня и хоккеистам, и футболистам, и фигуристам, и вольникам, всем-всем-всем достается. Вот скажите, а ведь от судей же многое зависит. Вот одно дело, я сейчас понимаю, что... Были случаи, когда хотели подкупить? Ну, хоть к чем, я не знаю, там... Не только деньгами, но какими-то способами. Ну, вот надо, чтобы наши выиграли. Ну, подкатывали так. Ну, я не знаю. Вот в принципе, в принципе, были. Ага. Там, например, приезжаешь, вот у нас команда там... Помогите. Плохо, да-да-да-да. Но, когда выходишь на поле и видишь, что одна команда... Нагло вы сильнее. Нагло вы сильнее, это уже бесполезно. Угу. И вот сами игроки, которые вот мы играли, мы чувствуем, ну, как можно? Это невозможно. А вот надо же быть строгим судьей. Строгим. Вы же, как игрок, вы прекрасно понимаете, что кто-то играет, ну, что называется, от Бога, а кто-то более агрессивно играет, кто-то, ну, пытается... Ну, опять же, ставите себя на место. Надо же принимать решение молниеносно. Молниеносно. И чтобы оно было правильным. На вас же вся ответственность. Да. Вы когда-нибудь отменяли свое решение? За мою судейскую карьеру я никогда не отменял решение. А. То есть, как игрок, я чувствовал момент. Угу. Это вам помогало? Очень помогало. Я уже вижу, если там защитник или кто-то, ну, останавливает игрока, не дозволено приемов, и уже видишь, что он специально это делает. Угу. Чтобы там предоставить. Умышленно. Угу. Вот это сразу... Пресекалось. Пресекалось. А когда, например, он играет в мяч, или старается там отобрать мяч, но срезает игрока, как говорится, по ногам, не по мячу, то делаешь удаление и предупреждаешь, что следующее удаление уже будет жестче. Понятно. В хоккее с мячом одно удаление 10 минут, второе 10 минут, а уже третье удаление до конца игры. Понятно. Объясняй, и игрок сразу понимает. Хорошо. И потом перевез. И потом они чувствуют, что раньше судьи, какие были, которые вот в наше время, в советские времена, они все были раньше игроками. Сейчас вот привлекают молодых людей. Игроки сами не знают вот этих молодых арбитров. И они не чувствуют... Самой игры вот это. Да, самой игры молодые арбитры. А вас боялись как арбитра? Не боялись, а не уважали. Ну, знаете как, ой, опять нам его назначили. Было такое, нет? Нет, такого не было. Он говорит, ой, хорошо, что вот, например, судят Борисов и Афанасьев. Ага. Борисов и Богомазов. Ага, все, понятно. То есть вы были в хорошей колоде, скажем. Да, приедешь куда там, в любой город. Ага. И, ну, игроки чувствуют, что ну этот играет Афанасьев, чемпион мира. Ага. Этот Богомазов играл в Филях, я играл там в Сверловске. Ну, то есть все, да. Они понимали, что мы чувствуем игру, такие же были игроками. Зачем нам что-то нарушать в игре? В их игре. То есть играйте, как на душу вам, в охотку, чтобы для зрителей. Все было хорошо. И вот давайте поговорим, наверное, о самом таком любопытном историческом факте. Вот у нас на столе есть медаль. Расскажите, я так понимаю, что это медаль всем судьям, да, которые принимали участие. И вручал ее вам кто? Это вручал Хуан Антонио Самаранч. Ага. Это бывший посол в те времена, в 80-м году. В Советском Союзе. Раньше. Где-то он начал где-то 76-го, вот так вот года. Вот. Он был послом от Испании. Он очень спортивный человек. Он рассказывал, вот выходит, делал зарядку. Ну, любил спорт. А когда начались Олимпийские игры, большую работу проделал, надо отдать должное, лорду Келанину. Он был. Предыдущий. Предыдущий. Но он уже два срока отработал. С Брежнева они открывали Олимпиаду. Да, они с Брежнева открывали Олимпиаду 19-го. Июля. Да, июля 1980-го года. Нас как раз всех пригласили, дали по билету. Я был со своей супругой, сидели. Это было великолепное зрелище. Понравилось всем. Всем. И которые участники, и зрителям. Это было что-то неописуемо. Вот. Ну, все восхищены. И когда закончились Олимпийские игры по хоккею на траве, вот. И видим, приехала машина, и игры проводились в хоккей на траве. На стадионе юных пионеров, если вы знаете. И на малой спортивной арене «Динамо». Да. Сейчас-то все сломали там. А был стадион «Динамо». Там футбольные матчи проводились. Как раз был финал. На стадионе в Лужнике как не было. Наши играли с немцами. А мы проводили. Мало стадион «Динамо». Там две трибуны сделали. Он был переоборудован. Вот. Покрытым. Новое покрытие было специально. Не травянистые было уже. А новые вот эти вот сейчас стали как искусственные поля. Да, да, да. Специальные поля были сделаны для хоккея на траве. И на стадионе юных пионеров, и на стадионе «Динамо». Все как положено. И приехал… И приехал новый президент МОК, Хуан Антонио Сумра. Сам президент МОК. Так. Вывезли такую тележку с этими. И он говорит, кто участники с переводчиком построились. И он каждому вручил эту медаль и пожал руку. Вот давайте мы сейчас ее покажем, если вы позволите, эту медаль. Он говорит, вам на память, памятная медаль. Я прикасаюсь к истории. Да, вот эта медаль. Обратите внимание. 80-го года, да. Вот мы сейчас ее крупно тоже покажем. Эта медаль, она имеет, естественно, во-первых, она тяжелая. Да. Весит прямо. Да, да, да. И вот еще у нас с этой стороны… Эмблема. Есть. Да, да. Вот так. Вот. И еще раз я покажу. Вот так вот. Вот эта медаль. 22-х летних Олимпийских игр в Москве 1980-го года. И вот в таком замечательном еще кофре, да, если можно так сказать, хранится. Давайте мы тоже его покажем. Вот так. И вот. Значит, здесь эта знаменитая эмблема Олимпийских игр в Москве. Вот она здесь. Ну и что-то он говорил, лорд? Да, он восхищался Олимпиадой. Так. Говорит, это превосходно. Я такой Олимпиады не видел, потому что он сам спортмен. На все Олимпиады ездил. Вот он был членом Олимпийского комитета. И вдруг вот на этих Олимпиадах он говорит, я благодарен именно народу Советского Союза, спортивной. Страна у вас. Он очень такие доброжелательные слова сказал. И он доброжелательно относился к нашей стране. А вот я должен сказать, что эта доброжелательность, в том числе и благодаря вам, благодаря Виктору Борисову, нашему сегодняшнему гостю, судье международной категории по хоккею с мячом. И хоккей на траве. И хоккей на траве, как мы выяснили, у которого есть медаль Олимпиады 80. Мы хотим вам пожелать здоровья. Мы хотим пожелать, чтобы вот этот спортивный задор, который у вас по-прежнему в глазах. И это уникальный такой случай, когда игрок и тренер, игрок и, да и тренер тоже, и судья, все это в одном таком шикарном флаконе. Спасибо вам большое. И желаем вам творческих успехов. Виктор Борисов, судья международной категории по хоккею с мячом, здесь у нас в студии. Николай Пивненко, программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова